Всем привет! Меня зовут Смирнова Анна, я офтальмолог, и сегодня я бы хотела поговорить про такую интересную тему, как альтернативная медицина, или ее еще называют традиционной медицины, или нетрадиционной, кто как. Мы все знаем, что у нас есть официальная медицина, которая признана Минздравом, ВОЗом, и которая строго регламентирует, какие препараты, когда мы применяем, при каких заболеваниях, как диагностируют эти заболевания, критерии, и, соответственно, прописывают все, как должен вести себя доктор. И есть медицина, которая нетрадиционная, скажем так, и здесь начинается очень интересная история. Вообще, изначально наша классическая медицина, с которой мы сейчас работаем, она появилась-то не так давно, на самом деле, и выросла она, по большому счету, из народной медицины. Соответственно, рецепты, которые применялись в народной медицине, до сих пор бывают актуальны у некоторых людей. Работая в районной поликлинике, я часто сталкивалась с тем, что родители говорили, мы не хотим капать антибиотики ребенку при конъюнктивите, это же ужасная химия, давайте мы ромашки попомываем. Ну, хорошо. Вот, мнение такое действительно есть. Почему, в общем-то, я решила поднять этот вопрос? Во-первых, я хочу оговориться сразу. Есть несколько направлений в такой нетрадиционной медицине, которые, я считаю, надо сразу отнести к не то, что неблагонадежным, но неработающим вообще. Первое – это гомеопатия. Гомеопатия – это, на мой взгляд, просто нерабочий инструмент. Когда-то давно, много веков назад, было мнение, что если у тебя какое-то вещество контактировало с водой или с другим веществом, оно принимало свойства этого вещества. Но последние исследования показывают, что во многих, в большинстве даже гомеопатических препаратов действующего вещества просто не существует, его просто там нет. Там настолько большое разведение получается этого действующего вещества, любого, что его эффекта просто не будет. По большому счёту, это просто сахарные шарики какие-то или вода дистиллированная, или ещё что-то. Поэтому гомеопатию мы рассматривать не будем сразу. Это, я считаю, уже наукой просто. Второй момент, который есть – это различные заговоры. Сейчас этого очень мало, но кое-где ещё остаётся. Что, а вот на меня там кто-то руки наложил, какой-то экстрасенс мне что-то там пошептал, сказал выйти там на балкон в 3 часа ночи в полнолуние, там сказать какие-нибудь слова, и у меня всё прошло. Это работает эффект к самовнушению. То есть тут будет такая же результативность, как если вы сходите к хорошему психотерапевту, пожалуетесь ему, поговорите с ним, будет примерно тот же результат. Лечебного эффекта здесь нет никакого и быть не может, потому что нет действующего вещества, которое должно было работать на какой-то процесс воспалительный, инфекционный или ещё какой-то. И ладно, когда это какие-то действительно просто психологические проблемы, как, например, нервный зуд, когда просто человек на фоне какой-то стрессовой ситуации начинает чесаться, тереть глаза, и ему становится просто плохо. Да, действительно, здесь помогает психотерапия, и вот такие разговоры с какими-нибудь условными экстрасенсами могут снять просто вот это вот напряжение. Но если у нас реальная проблема, если у нас реально какое-то тяжёлое заболевание, неврологическое или, не дай бог, онкологическое, то мы просто теряем время. Это просто снятие какой-то эмоционального напряжения без настоящего лечения. И это тоже получается у нас лженаука. Поэтому вот эти два момента я бы хотела сразу обговорить. Ну, а третий, самый интересный подраздел – это траволечение и народные рецепты. С учётом того, что наша классическая медицина выросла из народных рецептов, мне было интересно посмотреть, что же вообще рекомендуют, какие рецепты существуют. Я нашла таких два самых распространённых рецепта. Первый – это, естественно, при воспалении, промывании глаз всякими отварами. Отваром календула, отваром ромашки, иногда крапивы. Ничего не могу сказать плохого. Действительно, и ромашка, и алоэ в составе содержат противовоспалительные антибактериальные вещества. Почему я не очень люблю эти препараты именно в качестве активного лечения и основного лечения? Во-первых, потому что мы не можем правильно дозировать тот состав, который там находится. Мы не знаем, сколько конкретно в соотношении миллиграмм действующего активного вещества, тех же флавоноидов, витамина К, например, в крапиве, или противовоспалительных компонентов в ромашке. Мы не сможем это дозировать. Также мы не сможем предугадать, есть у человека аллергия на эти растительные препараты или нет. И будет у него аллергия на сам препарат или на какие-то ещё компоненты этой травки. А может, у него просто будет реакция на, что называется, пыль, оставшуюся от сухой травы. Поэтому такие можно использовать в качестве дополнительного средства, как обработка, как гиена какая-то. Но в качестве основного лечения я бы их всё-таки не рассматривала. Особенно я бы не рассматривала такие рецепты, как рецепты на основе мёда, что тоже регулярно встречается. Например, при глаукоме я находила рецепты, которые показывали, что давайте мёд смешаем с соком алое и будем капать это в глаза. Три раза в день глаукома пройдёт. Во-первых, нет, не пройдёт. Во-вторых, мы можем получить аллергическую реакцию на мёд. Как это вообще работает? Почему это кому-то помогает? Почему мёд помогает при глаукоме, казалось бы? Хотя там нет никакого действия на именно основной механизм глаукомы, то есть на продукцию внутриглазной жидкости. Дело в том, что в мёде содержится большое количество сахара. А по последним исследованиям, например, 20-процентный раствор глюкозы при отёке роговицы помогает этот отёк снять. Здесь важно учитывать, что мёд – это не глюкоза. И что в мёде содержится куча всяких сахаров разных и разных активных компонентов. И мы не можем знать, что из этого будет работать, как будет работать и в какую сторону нам повернёт. Да, действительно, однократное и краткосрочное закапывание сильного раствора глюкоз 20-процентного в конъюнктивальную полость способно снять отёк роговицы. Это известно в медицине, это используется после операции для лечения постоперационных отёков, например, при факоэмульсификации катаракты. Но это чистая глюкоза, она не содержит никаких примесей. Поэтому её безопасно использовать, в отличие от мёда, который неизвестно, что ещё будет содержать в составе. Это первый момент. Второй момент – хорошо, мы добавляем в мёд сок алоэ. Но да, это активный противовоспалительный компонент. Но он тоже не влияет у нас на механизм развития глюкомы. Соответственно, мы получаем, с одной стороны, смесь, которая очень активна, а с другой стороны, которая не работает по нашему основному назначению. Плюс может вызвать кучу побочных эффектов. Соответственно, вопрос – а зачем мы это делаем? Зачем мы капаем, когда такую смесь ядрёную, когда у нас есть нормальный действующий препарат, который прошёл все клинические исследования, который показал свою эффективность, причём доказанную эффективность, которую удобно дозировать, которую можно спокойно применять, про которую мы знаем, какие побочные эффекты у нас будут, куда писать в этом случае, как их снимать. Поэтому традиционная медицина, именно в плане лечения травками, она, конечно, где-то как-то и работает. Но по сравнению с классической медициной, современной, она очень сильно проигрывает. И применяя вот эти народные препараты, мы, во-первых, можем получить ещё больше осложнений себе, а во-вторых, затянуть нормальное лечение и получить более тяжёлые варианты течения заболеваний, даже при каких-то простых таких ситуациях, как конъюнктивит. Потому что если не лечить бактериальный конъюнктивит или лечить его только отваром ромашки, он может перейти в хроническое течение. И человеку придётся уже потом лечиться постоянно, длительно, долго капать антибактериальные капли, хотя обычный острый конъюнктивит лечится за 5-7 дней. То есть это очень лёгкое, быстрое лечение. Если мы применяем народную медицину, мы можем просто получить длительное торпидное течение, которое потом вызывает осложнение до кучи. Плюс есть такие моменты, что далеко не все растительные препараты реально работают. Например, ещё в 14 веке такое растение, как очанка лекарственная, очень активно применялось вообще от всех видов заболеваний глаз. Начиная там от конъюнктивитов, заканчивая какими-то катарактами, глоукомами. По последним исследованиям стало видно, что ничего из этого не работает. Очанка вообще никак не связана с глазами. Это просто её визуальное сходство с цветка, с зрением, с глазами человека, скажем так. И вот тут тоже нам народные рецепты могут подложить какую-то свинью, потому что они могут просто быть нерабочими. И если мы их используем, опираясь на данные 14 века, мы получаем то, что получаем. То есть мы не получаем результата. Мы получаем длительное тяжёлое лечение. В связи с этим, если вам советуют натереться картошкой при каком-нибудь зуде или попромывать глаза ромашкой, я советую всё-таки дойти до нормального офтальмолога, который практикует принципы клинически доказанной медицины и лечиться всё-таки проверенными надёжными средствами, которые прописаны и в ВОЗ, и у нас в рекомендациях Минздрава. А ещё лучше не болейте. Будьте здоровы!